В общем-то, очередного этапа эскалации президент сказал, что то, что будет дальше происходить, это будет Сталинград, конечно же. И когда я с ним разговаривала, вот на днях, позапозавчера, когда он произнес это слово, все журналисты, так, знаете, опустили головы, потому что поняли, что битвы ожидаются такие недюжинные. — Скажите, вот всех интересует, с какими ресурсами стороны вступают в этот второй этап операции, да, и все-таки может ли позволить себе Россия с тем, что у нее есть, выполнить свою военную задачу и отхватить этот юго-восток по Суходолу? — Вы неплохо их потрепали, это особенно в боевой технике, ну и в людских ресурсах они имеют немалые потери, но дело в том, что сейчас именно живой силы украины больше, чем у армии Российской Федерации. Каких-либо признаков мобилизации мы не замечаем, все, что в России могло воевать, стрелять, оно уже там. Я думаю, что речь идет о группировке под 200 тысяч человек. Это группировка не первой свежести, она имеет проблемы, это разрозненные группировки, там есть проблемы с боевым слаживанием. То есть преимущество, я считаю, что у украинской армии, потому что украинская армия провела мобилизацию, у нее есть свежие силы. Что касается Сталинграда, есть возможность этого избежать. С самого начала войны, я это неоднократно говорил в своих интервью, мне удивляло желание некоторых украинских генералов получить танки, самолеты. Это, хочу, чтобы это восприняли как здоровую критику. Я не критикую украинскую армию, она показала себя блестящей. Однако нет совершенства предела, но к этому надо стремиться. Вот с оружием, которое вы хотите, оружием, которое вы хотите получать, да, получается Сталинград. Но сейчас 21-й бед. Для того, чтобы Сталинграда не было, вам нужны высокоточные современные системы вооружения, которые вам позволят не подпускать врага к местам, где расположены ваши войска. Ну вот тут получается как бы маленький нюансик. Люди в оперативных штабах НАТО, в оперативных штабах, скажем, такой страны, как Соединенные Штаты Америки, они уже воюют современными способами боевых действий. Они анализируют, и они докладывают, скажем, Байдену или руководству своих стран, что в данной ситуации для украинской армии нужны дроны-камикадзе. Они предлагают вам дроны-камикадзе, а у вас, скажем так, где-то в руководстве страны кто-то думает мерками прошлой войны. Они докладывают вашему президенту, что нужны танки и самолет. Но вы просто поймите, что у 300 танков нет шансов победить 600 танков. Вы воюете страну, которая в три раза больше вас, мощнее вас. У нее больше средств артиллерии, у нее больше средств танков. И танками, самолетами вы ничего не добьетесь. То есть установка на то, что надо Украине обязательно получить то, что мы запрашиваем от наших западных партнеров, сушки российского производства. Мы ждем их, когда же Польша в конце концов с ними расстанется. Польша торгуется с альянсом, где сказать, дайте нам эвки. А мы их ждем. Они не нужны, по вашему мнению. Закрытое небо нам не нужно. Мы можем по-другому воевать. Правильно? Конечно. Вы уже так воеваете. Вот, Наталья, вы сбили 120 российских самолетов. Да. Что будет с 20 вашими самолетами? Там не Талибан сидит, там не ИГИЛ сидит. У них средства ПВО лучше, чем у вас. У вас советские системы. Вот зачем вам самолеты, спрашивают. Вот судьба как минимум 120 российских самолетов поколения 4 и 4++ на ваших полях. Что вы можете сделать с 20-ю Су-25? Нужны методы и способы асимметричной войны, асимметричной борьбы. У вас уже над Украиной ни один самолет не летает. Вы просили закрытое небо, вместе с этим вам сказали, что вот беритесь, Сингеры. Вышло так, как они сказали. Вы закрыли свое небо? С появлением британских систем они еще летали где-то на 7 километров. Да, сейчас тише, намного тише. Ну так из-за этого Сингеры и старстрики британские, они закрыли ваше небо. То есть, знаете, вот цепочки обсуждений, вот там где-то надо находить согласование как бы. Но если даже Киев был бы захвачен, НАТО не сделало бы вам закрытое небо. К санкциям Венгрия вето дают, а Венгрия даст добро, чтобы венгерский истребитель дежурил над Киевом. Ну вот поэтому, вот это нормально, это война, везде бывают недочеты, промахи. Но уже 43-й день войны, полдела сделано, результаты. Вы новыми средствами должны нанести огневое поражение по врагу как минимум в 2 раза, 3 раза сильнее. Вы не можете себе позволить Сталинград. Может вы и оставите свою землю, но вам потом 10-15 лет придется генофонд свой восстанавливать. Сталинград себе мог позволить такая страна, как Советский Союз, которая сожгла в топке войны 30-40 миллионов человек. Вам нужны средства при обсуждении с оперативниками НАТО. Вот вместе сесть обсудить, что он мне даст, какое оружие мне даст преимущество, чтобы уничтожать противника, уничтожать батальонно-тактические группы противника до того момента, как они подойдут на дистанцию.